Запорожские воины-интернационалисты требуют создать достойные условия для мобилизованных жителей нашего региона. Представители областного объединения Украинского союза ветеранов Афганистана утверждают, что по их информации запорожские резервисты спят на полу, питаются чем придется, а лекарств им вообще не выделяют. С просьбой разобраться в этой ситуации они обратились к представителям областной власти. Обсуждались и другие проблемы, которые возникли внутри самого союза ветеранов Афганистана. Подробности в репортаже Натальи Зайченко. Изначально на встрече в обл. госадминистрации предполагалось обсудить ситуацию в регионе и выработать план совместных действий на текущий год. Однако в повестку дня пришлось нести коррективы. Представители ветеранских организаций возмутились условиями, в которых, по их словам, прибывают призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, находящиеся в воинской части 3026, которая расположена в коммунарском районе Запорожья. Правда, военные эту информацию не подтвердили и предложили приехать в воинскую часть и убедиться в их словах лично. Живут они, грубо говоря, просто в скотских условиях. Спят на матрасах на полу, на сырых матрасах. Формы одежды на всех не хватает. Кто-то ходит еще в своих лаптях, кто в чем одет. На кого хватило, того одели. Кому не хватило, те ходят кто в чем. Питание, значит, 9 дней кормили еще более-менее, потом стали кормить такой едой, что, ну, наверное, свиней лучше кормят. Люди начинают болеть, естественно, проживая в таких условиях. 37-38 температура там в медсанбате или в медсанчасти, это, говорит, нормально. В армии должны быть только живые и мертвые. Все. В крайнем случае дают увольнительную. Ты, говорит, иди домой, купи лекарства. Мы не готовы сразу принять такое большое количество, поэтому одни роты, которые сформированы, живут в хороших условиях, то есть в казармах приспособленных. Другие живут в спортзале. Все обеспечены матрасами, подушками. И сейчас мы каждый день улучшаем бытовые условия. То бишь, вывозим койки, где собрали, по всей Запорожской области. Обсудить же организационные вопросы по проведению различных областных мероприятий на сегодняшней встрече так и не удалось. Оказалось, что в областном объединении Украинского союза ветеранов Афганистана нет единства. Претензии звучали в основном в адрес руководителя организации, который все обвинения опроверг. Инвалиды приходят к намеченкам, говорят, дай мне путевку в госпиталь, в Киев. Давай, говорят, дай 50, дай 80, дай 150. Инвалид приходит, но он с него берет деньги. Нет бы самому что-то дать, как он говорил, да, что он ничего не дает здесь. Полный бред. Облили, извиняюсь, облили дерьмом. Я не знал о том, что у вас есть внутренний конфликт. Проведите областное собрание, где рассмотрите вот эти все свои внутренние конфликты и отчетно-выборное. Изберите там его, либо, я не знаю, вам же виднее, себе председателя, новое правление. И мы после этого, приеду я, когда вы закончите организационное собрание, мы обсудим наши вопросы. Иначе, если вы сами не разберетесь у себя на закрытом заседании, ну это нехорошо, оно будет всем и портить имидж будет афганцам. Общее областное собрание афганцы договорились провести на следующей неделе. Там же собираются принять обращение, в котором выскажутся за единство Украины.